Доброе утречко! Я тут немножко пропала на несколько дней, а настроения не было как-то. Ждала записи к зубному, сегодня мне позвонили, напомнили, а я взяла и перенесла на неделю, потому что зуб перестал болеть. Вот у меня всегда так что-нибудь как-то непонятно, не как у людей. Ну что, я пойду к нему, если он у меня не болит? На что я буду жаловаться? За что я буду платить кучу денег? В общем, у меня еще неделя свободной жизни, и я наслаждаюсь прекраснейшим днем. День просто сегодня чудный. Я стою под моей любимой Ивой в Парке Победы. Она такая вся тут нависает, ветви ее красиво. И просто гуляю немножко. Хочу дойти до пруда, где обычно клакают лягушки, посмотреть, клакают они, не клакают они уже. И немножко подышать воздухом. Давайте, кому интересно, гуляем вместе. Здесь несколько таких деревьев, плакучих ив. И вот они извивают свои ветви. Так красиво. Если бы у меня был свой дом, и даже если бы не было пруда, я бы обязательно что-то вот такое бы посадила. поставила бы, поставила бы столик и сидела бы летними вечерами под веточками ивы. Ну что ж, идем дальше к пруду лягушек. Сегодня солнечный день, потом елочка. А здесь такие дубанчики жизнерадостные. Вот они, если подобрать к ним какое-то слово, то они жизнерадостные. Солнечные, они всегда разворачиваются своими головками к солнцу, а на ночь закрываются, потому что солнце они больше не видят. И если пасмуртный день, я их тоже не вижу. А потом вдруг вот так выглянется, немножко и смотришь, а они везде, везде. Красиво. Месяц мая вообще самый прекрасный. Все цветет. Я уже даже отсюда вижу, там сакура все еще цветет. Но уже какие-то другие сорта. И там есть такой пруд, где обычно в мае месяце квакают лягушки. Я их каждую весну езжу снимать, потому что мне эта квака не очень нравится. Не знаю, будут ли они сегодня, или надо еще подождать. У нас только первые вот дни, такая температура 14-15 градусов. Просто замечательная погода. Вот такая весенняя, майская, чудная, теплая. Так что идем смотреть, квакуют они или нет. Я заезжала в магазинчик, покупала корм для рыб и забежала в Хопан. Ну, вы все знаете Хопан. Это у нас в Риге такие сеть магазинов, которые принимают от людей все, что тем не нужно, а другие покупают. И все это идет на благотворительность. Ну, надеюсь, что оно туда идет. Вот кое-что купила. Дома покажу. Смотрите, какие облака на небе. А тут позитивные одуванчики. Сейчас попробуем перейти здесь дорогу прямо посередине и посмотрим, что у нас там творится. Ну, наверное, нет лягушек. Я бы их уже отсюда слышала. Их слышно очень издалека. И вот этот пруд городской красивый и на нем лебеди. Парочка. А лягушек еще на пруду нет. Наверное, еще они не проснулись. Обязательно приеду сюда, когда они будут квакать. Парочка. У нас наступило время цветения черемухи. Пахнет она просто восхитительно. Особенно, когда выходишь гулять вечером в вечернее время или после дождя. Такое сейчас зрелище. Сирень еще не цветет. Ждем. Ну, вот я и дома. И пока я шла, я вспомнила про один рецепт очень простого такого домашнего тортика за 5 минут, что называется. Что для него нужно? Строго говоря, пряники, бананы и сметана такой небольшой жирности, чтобы она хорошо растекалась, была жидкая, пропитывала. Ну, я еще взяла клубничку. Сейчас мы из этого сделаем что-то быстренькое, такое вкусненькое для близких и домашних. Я думаю, вы все знаете эти варианты. И у каждого свои есть. И можно взять какое-то другое печенье. С другим я уже пробовала. Но теперь хочу попробовать с пряниками. Так, сейчас попробую показать вам весь этот процесс. Конечно, это то, что выкладывается слоями. Ну, вы уже это и сами без меня поняли. Поэтому нам нужно что-то, куда мы это будем выкладывать. У меня, к сожалению, такая небольшая, можно сказать, на одного человека порция. Ну, максимум на двух. А вообще, конечно, нужно вот такие разные формочки иметь для подобных вещей. Ну, куда-то я свои затеряла. Значит, так, берем. Я уже все нарезала, как видите, и пряники, и все. И выкладываем просто вот слоями. Сначала слой пряников. Конечно, они такие, немножко фигурные. Из-за этого выкладывается не так, как не хотелось бы. Ну, сметана у нас потом все это должна размочить. И я думаю, что будет замечательно. Ну, как-то так. Первый слой пряников. Потом у нас идут нарезанные бананчики. И, по сути, это все будет повторяться столько раз, сколько вообще возможно сюда впихнуть. Поэтому, чем края выше, тем получится толще вот этот тортик. И можно, конечно, использовать какое-то кислое, скажем, варенье или просто ягоды какие-то, которые есть в продаже. У нас вот есть сейчас клубника, она недорогая. Так, ну вот, наверное, буду считать, что первый слой я выложила и сверху буду закрывать это сметаной. Никогда не снимала такие видео о готовке чего-либо, потому что я просто-напросто ничего не готовлю. Но тут не смогла устоять, потому что вот этот тортик вкусный. Хочется как-то немножко подсластить жизнь. И он действительно будет сладкий. Хотите, возьмите какое-то печенье, которое не сладкое, может быть, для этого. Ну, вот так мы все это промокнули. Так, куда я вообще направляла камеру в этот момент, я не знаю. Крумничку я планирую все-таки где-то сверху положить. Поэтому сейчас пойдет опять второй слой пряников. И, наверное, на двух слоях я все-таки закончу, потом я это немножко придавлю, чтобы оно лучше пропиталось. и поставлю где-нибудь до вечера. Вечером можно уже с чаем все это дело употребить. Ну, вот так вот. Очень быстро, очень просто, очень вкусно и, конечно, калорийно. Тут ничего не скажешь. Что-то я как-то нарезала такими кусками, прямо скажем, немаленькими. Торопилась, наверное. Вот куда человек всегда спешит. Зачем спешит, непонятно. Так, ну, вот так вот. Нет, ну, как это очень толстый банан, заменим его на что-нибудь потоньше, а то просто... Так. Самое интересное, что бананы имеют какую-то тенденцию темнеть во многих таких вот тортах, но если они покрыты сметаной, то ничего страшного не произойдет. В прошлый раз была сметана 25%, сейчас с большим трудом нашла 15%. А 10% я вообще у нас не увидела. Ну, вот, надеюсь, пряники размогнут и получится какая-то такая единая вкусная масса. Так, ну, и, наверное, сверху еще прикроем, естественно. Хотя, может быть, можно было и не прикрывать сверху, а уже начинать накладывать клубнику. Ну, не знаю. Так, раз у меня они нарезаны, то я так и сделаю. Ну, тут можно еще раз сметаной помазать. Сейчас сметана, конечно, целая банка на это дело ушла, но я так щедро... А сверху уже замутим клубничку. Вы там не засекали сколько времени? А, я смотрю, 4,25. То есть, как раз, как я вам говорила, за 5 минут готовый у вас будет замечательный тортик. И красивый, и вкусный, и калорийный. И что-то, по крайней мере, новенькое. Не покупное. Ну, хотя пряники покупные. Все остальное тоже покупное. Ну, это так, условно говоря. Ну, вот так вот. Все красиво. Пускай стоит, пропитывается. Закрою крышечкой, поставлю в холодильник. И на ужин. Вы уже знаете, что у меня будет на ужин. Ну, вот. Давайте я вам пока еще не надоело быстренько покажу свои покупочки в Хопане на протяжении последних полутора месяцев, наверное. Скорее всего, я не все вспомнила и не все здесь приготовила, чтобы вам показать. Ну, по крайней мере, какие-то вещи, которые мне понравились. И надеюсь, вы поймете весь мой шипоголизм, потому что объяснений ему нет. Просто нравится. Просто поднимает настроение. Я коллекционирую чайнички. Где-то у меня есть видео о моих чайничках. А может быть, мне надо уже его переснять, потому что оно уже затерялось там среди всяких других видео. И вот для пополнения коллекции чайничков у меня вот попался на глаза такой вот, ну, типично китайский. Я думаю, что очень недорогой. Но, тем не менее, что-то в нем было такое очаровательное. Мне понравилось, что крышечка на веревочке не потеряется. И такой пасторальный рисунок. Гейши тут, гейши, хризантемы, сакура. В общем, что-то цветет, что-то растет, и все такое в китайском стиле. Вот такой вот чайничек. Где-то у меня есть еще тарелочки, а чашечек нет. Ну, в общем, это и не важно, потому что я не сервис собираю. Еще чайничек. Ну, это уже такой, скорее, игрушечный чайничек. Так, надо его как-то показать, потому что мне кажется, что его не будет видно. Это чайник-игрушка. Я думаю, что я его просто буду использовать в каких-то композициях. Я там все время делаю какие-то такие сказочно-волшебные композиции, где различные участвуют в фигурке различных зверей. И это будет такое чаепитие, скорее всего. Значит, надо какой-то столик, стулья рассадить зверей и вот накрыть на стол. Ну, это скорее даже, кстати, столик, чайник-домик какой-то, потому что... Ну, в общем, вот такой вот чайничек понравился. Кроме чайничков, еще люблю подсвечники различные. И тоже в виде домиков, и не домиков. Здесь понравилось. Здесь он сочетает в себе все. Это одновременно и домик, и грибочек, и подсвечник. Вот такой вот, потому что там можно поставить ломбочку маленькую, свечечку такую чайную, она называется почему-то. И будет вечером красиво у вас что-то светиться. И с божьей коровкой. У меня есть... Я купила на Алиэкспрессе таких божьих коровок, и я их теперь наклеиваю везде, где только можно. Но здесь уже своя божья коровка наклеенная. Все еще необъяснимой, да, покупки? Все еще трудно понять, что меня сподвигло на это. Например, вот на такую вот корову. Это керамическая корова. И внутри, вот она выглядит так, и я думаю, что туда можно посадить какие-то цветы. А можно для чего-то еще. Ну, не очень понимаю, для чего еще можно было бы использовать. Вот такая вот смешная. Где у нее глаза? А, есть, только плохо видно. Надо будет их как-то наметить. Вот такая вот корова. Не могла пройти мимо. Стоил евро 60. Вот такой вот красивый стеклянный шар с пузырьками. Так, как бы его показать? Он очень тяжелый. Вот такой вот. Тоже довольно сложно объяснить, почему, зачем взяла. Но мне нравятся такие вещи. Вот теперь я на него периодически любуюсь. Я его поставила там, где светит солнце, и когда лучи преломляются, и там возникают какие-то радуги, и что-то такое. Это замечательно. Ну, кстати, если подарить, то из вещей, купленных в Хопене, можно иногда составить потрясающие подарки. Ну, если, конечно, человеку нравится примерно так же, как тебе, скажем, какая-то керамика. Мне очень нравится керамика. Все длинные различные вазы, изделия, я просто от них в восторге. И вот тут мне попалась на глаза вот такая вот интересная ваза. Такая себе в пупырышках. Мне чем-то напомнило какую-то ящерицу пупырчатую, или даже какую-то жабку-лягушку. Не знаю, у меня такие иногда ассоциации возникают совершенно непонятные. Что у нас тут написано? Германия, 98-й год. Вот такая вот надпись. Какая? Она оказывается старая ваза. Ну, достаточно старенькая. Вот так приятная вещь, которая уже имеет свою историю какую-то. многолетняя уже. Что-то с ней происходило. Каким-то образом она попала из Германии к нам. И теперь она у меня. Может быть, когда-нибудь будет кому-то подарена, потому что довольно-таки интересная, на мой взгляд. Еще одна глиняная. У меня что-то похожее немножко было, и поэтому, когда я увидела, вот это тоже, кстати, Германия написано. Но уже 71-й год. Ну, надо же. Вот такая вот. Ну, согласитесь, очень сложно было бы пройти мимо. Такой эффектный синий вазы. И кажется, что здесь какие-то ракушки, что-то такое. В общем, так классно сделано. Мне нравится. Люблю синие цвета. Люблю коричневые, желтые цвета. Такие природные. Вот такие естественные, которые можно в природе. Тут кажется, что это какой-то ракушечный берег на берегу синего озера. Или что-нибудь типа такого. Сегодня купила одну маленькую, скромную, но тоже глиняную вещицу. Вот такую вот. Можно тоже как подсвечник использовать, кстати говоря. Наверное, она так и используется. Я очень часто в каких-то композициях на подоконнике. Иногда как подставочки какие-то использую для небольших. Вот сейчас просто смотрю, есть у меня какой-то небольшой горшечек. Наверное, такого маленького нет. Вот. Птички мои там стараются вам, создают фон музыкальный. И еще сегодня купила вот такой подсвечник. Я знаю, что это, конечно, не ручная работа. Ну, как не ручная? Она, конечно, сделана руками человека, но вырезана на каком-то сверлильном станке. Вот так вот нарезается, берется кусок дерева и нарезается. Но смотрится это все замечательно и здорово. Это тоже подсвечник. Как я уже сказала, мне нравятся различные подсвечники. Я часто зажигаю свечи. И не только зимой в темные вечера, когда это очень мило и так уютно, но в любое время. Вот такой вот. Чем-то вот эти формы меня заворожили. И то, что это дерево, и так видно здесь вот этот рисунок дерева. Это все очень красиво. Я бы еще лаком его покрыла, чтобы он так ярче выделялись все вот эти вот годовые круги на дереве. И последнее, что покажу, потому что она самая такая классная вещица. Это фигурка, парная фигурка двух котов, котиков на скамеечке. Ну, просто вот мимо этого вообще, согласитесь, нельзя было пройти мимо, потому что это украсит любой подоконник, любую полочку, где угодно. А парные фигурки это всегда хорошо. Тем более, когда они вот в таком веселом, хорошем настроении сидят и покачиваются даже здесь. Это означает, что ты тоже хочешь быть в паре. Не одиночка, что тебе это нравится. Ты как бы миру даешь понять, что тебе нравится, что ты хочешь, как ты хочешь жить, как ты хочешь выглядеть. Вот, типа так. Сидеть на скамеечке с каким-то близким, хорошим другом или вообще близким человеком и радоваться жизни, наслаждаться, смотреть на всю эту красоту, быть в хорошем настроении. Вот эта композиция, она как бы мои желания воплотила в жизни. Сначала вот воплотиться так, а потом воплотиться в реальной жизни. Это правило. Оно работает. Ну, напоследок покажу вам такую штучку, которая, конечно, практического значения не имеет совершенно никакого. Вряд ли она тут создает дополнительную влажность. Тем не менее, это такой домашний комнатный фонтанчик, водопадик. Вот я его долгое время сначала использовала, потом поставила на антресоль. Он там стоял-стоял, пылился. Думаю, ну почему? Вчера там перебирала, кое-какие вещи смотрела, достала и запустила его. Хорошо, что он работает, все в порядке. Там и подсветка работает. И сам вот этот мотор гоняет туда-сюда воду. И такое приятное жирчание. Теперь я с еще большим удовольствием нахожусь на кухне, занимаюсь тут какими-то своими делами и слушаю вот такой умиротворяющий звук воды. Мне вообще очень нравятся различные звуки природы, пение птиц, дождь, да все что угодно. Шум реки, шум моря. И вот такой ручеек, он тоже просто замечательный. воссоздает кусочек природы у меня дома. На этом с вами прощаюсь. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова